Всем привет! Можно ли рассматривать предстоящие президентские выборы, как посещение магазина? Где мы голосуем своими деньгами за лучший товар? Конечно нет. Нам на полках предлагают выбрать по нашим заслугам. А какая у нас заслуга? Одним словом, сплошные пискари. Я не лезу в политику. Это не мое дело. А главное, чтобы меня не трогали. Вот и получаем по своим потребностям. Не хотите выбирать, выбора не будет. Довольствуемся той властью, которую заслуживаем. Прогрессивное активное меньшинство находится сегодня в заложниках этих вязких масс. Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Люди порою плачут над тем, что вытворяет власть со страною. Но пискари молчат. Они дорожат стабильностью. Верит какой-то безысходностью, скажете. Но это не так. Все чет, все меняется. И меньшинство задавало темп изменениям. Случаев в истории полно. Главное не отчаиваться. Не ждать чего-то. А делать по умире своих сил. Между прочим, изменения в стране лежат через сознание. Меняя сознание людей, мы прокладываем путь к этим изменениям. Вот поэтому диктаторские режимы никогда не были по-настоящему заинтересованы в просвещенном народе. Так как в этом их смерть. Но все ли дело в образованности? Ведь как раз те, кто несет в свет знания, кто должен быть примером, я имею в виду учителя, и привлекаются в комиссии избирательные, где в итоге и без того, в общем, слабый голос народа заглушаются. Ими под диктовку свыше под нужный результат. Что это? Трусость, жадность, равнодушие, перебивающие собственные знания? Скажите. Это вопрос. И вот на сцену выходят наблюдатели. Не те наблюдатели, которые подрядились за деньги, а те, кто считает наблюдение за выборами своим гражданским долгом. Они поняли, что в стране настолько кранты с выборами, что недостаточно просто голосовать, а нужно еще и контролировать выборы. Я считаю таких наблюдателей в будущем Казахстана, это как раз те граждане, которые поняли суть выборов. Но таких мало. Мало смелых, мало неравнодушных, мало, мало, мало. Кто не знает, в стране на президентских выборах будут открыты около 10 тысяч избирательных участков. И чтобы покрыть их всенародным наблюдением независимым, нужно будет около 20 тысяч неравнодушных человек. По два человека на один избирательный участок. Наблюдение – дело небесполезное даже на этих неконкурентных предстоящих президентских выборах. Это помощь избирательным комиссиям, которые могут потом уже ссылаться на наблюдателей, говоря, что они так бдели, что выборы пришлось провести по закону. Это получение опыта контроля за выборами, это обнародование результатов выборов и многое что. За 30 лет своего неучастия в политике мы запустили свою страну. Что кажется, что ничего не поможет, если только не выйти всем на улицы, чтобы исправить. Но с наблюдения мы начнем возвращать себе нашу страну. Понемногу, без резких поворотов. Приземлять власть к нуждам народа. Но нас мало, мало, мало. Мы даже не народ, который был ждал по пустыне 40 лет, и Диаза Моисеем, те шли, а мы продолжаем сидеть на наших диванах. Вот как-то так. Оставляйте свои комментарии.